Приветствую всех на моем канале. И речь сегодня пойдет о грандиозном проекте американских ВМС эсминцы нового поколения Замвелд. Сегодня одними из самых амбициозных кораблей ВМС США считаются ракетные эсминцы классы USS Замвелд. Их необычный дизайн комбинируется с передовыми разработками военных ученых. Новые эсминцы сочетают в себе инновационную скрытность, усовершенствованные датчики и революционную двигательную систему. Управление большинством систем корабля производится не локально, а при помощи общекорабельной компьютерной сети, получившей название TCE и разработанной специально для судов типа Замвелд. Вокруг класса USS Замвелд ходит много споров, касающихся в основном высокой стоимости и вооружения. Однако несмотря на это, эсминцы Замвелд остаются одним из самых перспективных проектов американского флота, и возможно именно им в будущем предстоит изменить саму концепцию ведения войны на море. Предпосылки создания эсминцев класса Замвелд. Во времена Второй мировой войны линкором отводилась одна из ключевых ролей при ведении военных действий на море. В 1980-е годы была произведена реактивация четырех линейных кораблей класса Айова, однако спустя 10 лет их вновь вывели из строя. После окончания Холодной войны использование кораблей такого типа оказалось слишком дорогим и нецелесообразным. Однако такое решение привело к некоторому недовольству со стороны представителей морской пехоты. Дело в том, что орудия ракетных крейсеров и эсминцев МК-45 не могли предоставить аналогичной огневой мощи крупнокалиберного вооружения линкоров, а значит пехотинцы лишались огневой поддержки с моря. После событий 11 сентября разговоры о необходимости разработки новых судов, способных поражать удаленные цели, как на суше, так и на море, возобновились с новой силой. В результате ВМС начала разработку эсминцев нового поколения, коими и стали корабли классы USS Zumwalt. Особенности эскадренных миноносцев Zumwalt. На сегодняшний день на воду спущено три эсминца типа USS Zumwalt, миноносца Zumwalt, Мансура Джонсон. Последний из них еще не введен в эксплуатацию и находится в стадии оснащения. Длина кораблей составляет почти 190 метров, а водоизмещение порядка 16 тысяч тонн, что делает эсминцы типа USS Zumwalt одними из крупнейших военных судов в мире. Благодаря широкому использованию автоматизации, как в программном, так и в аппаратном обеспечении, этот высокотехнологичный корабль может обслуживаться экипажем из 180 человек. Вооружение эсминцев USS Zumwalt. Поскольку главной целью, которую преследовали конструкторы при разработке эсминцев нового поколения, было создание аналога линкоров, основное внимание уделялось вооружению Zumwalt. Весь проект строился вокруг артиллерийских установок ИДЖС-калибра 155 мм. На борту новых эсминцев имеется по две таких системы, которые используют в качестве боеприпасов корректируемые снаряды ЛРЛАП. Скорострельность каждой установки составляет 10 выстрелов в минуту, а дальность полета снаряда более 100 километров, что значительно превышает характеристики наземных артиллерийских установок аналогичного калибра. Также Zumwalt имеет на своем борту 20 установок вертикального пуска, которые получили название ПВЛС или МК-57 и были разработаны специально для эсминцев этого класса. Их отличительная черта — расположение вдоль бортов судна и наличие утолщенной стенки со стороны центральной части корабля. Благодаря этому в случае непреднамеренной детонации ракеты миноносец не получит значительного ущерба. Каждая установка имеет по четыре ячейки, что позволяет Zumwalt нести до 80 ракет Tomahawk и прочего оружия по типу противокорабельных ракет. Дополнительно, USS Zumwalt оборудован двумя артиллерийскими установками МК-46 калибра 30 мм. Они позволяют эсминцам этого типа при необходимости противостоять Рою небольших кораблей, однако не обладают сверхвысокой скоростью стрельбы, которая бы позволила продуктивно сбивать противокорабельные ракеты. Энергетическая система Zumwalt. На борту эсминцев Zumwalt имеются два газотурбинах двигателя Rolls-Royce MT-30 и еще два вспомогательных турбогенератора. Все вместе они производят 78 мегаватт мощности, чего хватило бы для обеспечения электроэнергией порядка 50 тысяч небольших домов или маленького городка. Фактически, USS Zumwalt для работы всех систем требуется на 58 мегаватт меньше, что дает широкий простор для использования в будущем энергетического оружия. Средство Stealth. В отличие от традиционных корпусов кораблей, у которых носовая часть наклонена вниз по направлению кватерлинии, нос Zumwalt выполняет роль своего рода волнореза. Все грани корпуса судна направлены в небо, такая форма еще носит название Тамбухолм. Надстройка корабля, включая мостик, мачту, радары, антенны и другую электронику, была заключена в одну гигантскую трапециевидную башню, сократив сотни грани, до шести гладких плоских поверхностей. Все это приводит к тому, что гигантский Zumwalt имеет радиолокационное поперечное сечение в 50 раз меньше, чем есть на самом деле. Фактически радары воспринимают его как небольшую рыбацкую лодку. Благодаря же технологии пассивной подачи холодного воздуха, инфракрасная сигнатура корпуса эсминца также значительно снижается. Недостатки эсминцев типа USS Zumwalt. Почему же проект Zumwalt является объектом споров на протяжении последних лет, а одно из американских изданий даже назвало корабль безудержной катастрофой? На самом деле виной всему вопросы финансирования и военно-политическая обстановка в мире, которые чуть не погубили перспективный Zumwalt. Изначально планировалось построить 32 корабля этого класса, они должны были стать основой американского военного флота. Однако этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Задержки, а также удорожание разработки привело к тому, что стоимость строительства одного эсминца повысилась до более чем 4 миллиардов долларов, причем произошло это в тот момент, когда ВМС максимально сокращало свои расходы. В результате число 32 превратилось в 3, а конечная стоимость одного судна, с учетом разработки, составила более 7 миллиардов. Столь значительное сокращение числа кораблей Zumwalt повлияло и на вооружение. Изначально планировалось наладить серийный выпуск снарядов LRL-AP, которые необходимы установке корабля EGS. Тогда расчетная стоимость одного боеприпаса составляла лишь 50 тысяч долларов. На момент отмены производства было выпущено порядка 100 таких снарядов. Поскольку проект закрыли, стоимость разработки заложили в их цену, так что ценник на один снаряд LRL-AP взлетел до 800 тысяч, что приближает его к ракетам Tomahawk, обладающим куда более разрушительной силой. Все это привело к тому, что Zumwalt фактически остался без оружия, вокруг которого производилось его строительство. Но не только деньги стали причиной столь печальной картины. К моменту спуска первого корабля этого класса, его миссия поддержки наземных операций утратила былую актуальность. Теперь, когда ВМС Китая ощутил небывалый подъем, военные силы США вынуждены сосредоточить свое внимание на морской войне, где главенствуют противокорабельные ракеты и авианосцы. Кроме того, многие организации, находящиеся в конфликте со Штатами, обзавелись за это время своими собственными противокорабельными ракетами. А поскольку Zumwalt не имеет полноценной системы ПРО, перед угрозой таких снарядов он оказался практически беззащитным. Будущие эсминцев USS Zumwalt. На данный момент миссия кораблей Zumwalt изменилась. Теперь им отводится более скромная, хотя и не менее важная роль. Эсминцы этого класса будут использоваться, в качестве своего рода уничтожителей кораблей, с возможностью поражения наземных целей. Zumwalt получит МСТ, модернизированную ракету Tomahawk, разработанную специально для поражения движущихся судов на расстоянии более полутора километров. Кроме того, ВМС планирует оснастить Zumwalt 150-киловатным лазером, считающимся самым мощным на данный момент. Он позволит выводить из строя небольшие катера, беспилотники, а также противокорабельные ракеты морского базирования. Дополнительно планируется в ближайшие несколько лет заменить одну из установок GS электромагнитной рельсовой системы или рельсотроном. Прототип такой установки выпускает 20-килограммовые снаряды со скоростью 2 км в секунду на расстояние до 180 км. Полноценная версия будет придавать снаряду большую кинетическую энергию, и радиус поражения также будет гораздо выше. Также запланирован ряд изменений, позволяющий повысить защиту кораблей Zumwalt в сфере про и решить некоторые технические проблемы, от которых страдают эсминцы этого класса сегодня. Вот такой он Zumwalt. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх. И не забудьте подписаться на канал, будет еще много интересного.